Наша съемочная группа в поселке Стрельно, в особой экономической зоне Нойдорф. Здесь создан целый технопарк из различных предприятий и научных лабораторий. Посмотрим, что же там за забором. Мы находимся в биотехнологической компании, где производят то, что может спасти миллионы человеческих жизней. Лекарство против рака. Над его созданием трудятся несколько сотен человек. Биологи, медики, генетики. Они первыми в России начали делать биологические препараты на основе моноклональных антител, то есть полученных от одной живой клетки. Раньше такие лекарства покупали только за рубежом. Не секрет, что создание любого лекарства очень сложный и трудоемкий процесс. А начинается все с визита в библиотеку. Так здесь называют вот эти пробирки. Только вместо книг внутри гены иммуноглобулинов. Их тут миллиарды. Задача ученых выбрать из этого огромного количества только одну молекулу, которая бросит вызов раку. Здравствуйте, Тимофей. Добрый день. Расскажите, как же из такого огромного количества удается выбрать именно нужный материал? В этом нам помогают роботы. Они позволяют нам проанализировать десятки тысяч различных молекул и выбрать из них лучшие для терапии кандидаты. Раньше в мировой фармацевтике нужные антитела искали, перебирая максимальное число случайных кандидатов. Эти ученые сделали пояс более направленным. Они точно знают, какая молекула подойдет для борьбы с опухолью. Но найти такого смельчака – это еще полдела. Для того, чтобы бороться с онкологией, нужно вырастить целую армию таких же бесстрашных бойцов. Этим занимаются уже на производстве. Здесь всегда поддерживается одинаковая температура, а давление и состав воздуха меняются каждые три часа. Процесс создания препаратов тут такой же, как и в лабораториях. Разве что антитела здесь выращивают не в пластиковых колбах, а в гигантских биореакторах. В отличие от традиционной химиотерапии, которая негативно влияет на весь организм, биологические препараты на основе моноклональных антител бьют точно в цели, разрушая только раковые клетки. У такой терапии практически нет побочных эффектов. Впрочем, борется здесь не только с онкологией. Также мишенью являются инфекционные аутоиммунные заболевания от гепатит С. Раньше для борьбы с этим грозным недугом применяли лекарства, которые очень быстро выводились из крови. Здесь же создали препарат, который работает в организме человека дольше и эффективнее. Его нужно принимать всего раз в неделю. Свою роль в этом сыграла правильно подобранная молекула интерферона. Это такой белок, который выделяется клетками организма в ответ на вторжение вируса. Это лекарство, оно как бы для человека является натуральным, да, потому что это такая же молекула интерферона, которая вырабатывается у нас в организме. Но просто для борьбы с инфекциями, того интерферона, который в обычных условиях в ответ на вирусную инфекцию синтезируется, его недостаточно, чтобы победить такой серьезный вирус, как вирус гепатита С. До недавнего времени в России наблюдался очень высокий уровень смертности, как от онкологии, так и гепатита С. Причины не только в позднем появлении недуга, говорят ученые, но и в чрезмерно высоких ценах на лекарства. Большинство из них – импортного производства. Например, за 400-граммовую упаковку заморского препарата от рака груди надо выложить не меньше 80 тысяч рублей. Стоимость полного курса лечения превышает миллион. Эти специалисты разрабатывают лекарства, ни в чем не уступающие заграничным. Настоят они дешевле. Биотехнологическая компания, в которой мы побывали, работает уже более 10 лет. Здесь делают как биоаналоги лекарственных средств, так и совершенно новые препараты. Практически все они уже есть в российских аптеках. В планах ученых создать такое средство, при помощи которого тяжелые заболевания можно будет вылечить, как обычную простуду.